Девушки отдыхают Если он выживет, то большая часть тела останется парализованной Вы обещаете спасти его, но что это значит? И что это будет за жизнь? Новости кино. Постараюсь вкратце Харрисон Форд намерен сыграть Индиану Джонса еще два раза Именно такое условие актер поставил при соглашении на участие в съемках новых Звездных войн Так-так, Индиана Джонс Аманда Сайфред из нового фильма Сета Макфарлейна «Миллион способов умереть на Западе» Также исполнит одну из главных ролей в сиквеле третьего лишнего Появится ли в продолжении Мила Кунис, пока не ясно Мила Кунис, Мила Кунис Сэма Уортингтона арестовали за драку По слухам, он защищал свою девушку от назойливого папарацци Фотограф, судя по всему, забыл, что наш аватар, к тому же еще и Терминатор Ремейк Рыбакопа, признаюсь честно, не ждал вообще Знал, что снимают Знал, кто и кого снимает Видел несколько фоток с новым дизайном нового робота-полицейского Видел даже пару видео со съемочной площадки Не ждал все равно И после просмотра понял, что был прав Сюжет банален, так как практически идентичен первоисточнику То есть оригиналу Безусловно, различия есть Многие детали напрочь изменены Но никакого адреналина, сопереживания или сюжетных переворотов Мы здесь, увы, не получим Что вы со мной сделали? Сразу скажу, что мурашки от фильма были всего лишь один раз за весь просмотр Когда на экране засияло название и музыка из классической версии картины Пола Верховена 1987 года Что изменилось? Причина смерти, взрыв автомобиля Понятное дело, негодяи прилепили бомбу к тачке Но это не беда, если ты, например, Джейсон Стейтем Дизайн Дизайн Новый робокоп тоже поначалу был серебристым Но потом Майкл Бэтмен Китон все-таки решил его перекрасить Черный ему пойдет Но у них это модно Ну а что скажете? А можно ее перекрасить? В итоге мы получили нового робота-полицейского марки HTC Просто у меня, когда батарейка садится, тоже красный огонек мигает Новый андроид, по мнению создателей, стал стильным Коммуникабельным, более пластичным И чем-то напомнил экзоскелеты из первой части Броска Кобры Ну да, прыгали по городу они тоже неплохо Но новая упаковка все-таки особой брутальности герою не придала По сравнению с классикой Обожаю классику Новый робокоп, а точнее актер, который его исполнил Возможно, парень и неплохой Но во всем этом смотрится как-то нелепо Да и вообще, подобное обмундирование Сейчас к лицу, наверное, только лишь Роберту Дауни-младшему Ну или, например, Карлу Урбану Я знал, что ты это скажешь Алексей Мерфи здесь сыграл актер Юэль Кинеман Который был замечен в фильме «Девушка с татуировкой дракона» В которой рулил Данила Бонд Остальная его кинография мне не особо известна Как и неизвестен режиссер Жозе Падилия Но новые имена не всегда значат что-то плохое Взять, к примеру, меня Но это не так Это лишь иллюзия свободной воды Помимо Майкла Китона, Бэтмена из 89-го Также нас порадует и комиссар Гордон А точнее, Гэри Олдман Пора его будить Вообще удивительно, как эти трое согласились сниматься в таком кино Ведь потом еще в интервью нахваливают фильм со своим участием Быть может, они просто ожидали не совсем то, что получилось в итоге Почему, спросите вы? Потому что это уже стало мировой практикой за исключением Америки Так почему новый рыбакоп все-таки провалился? Быть может, потому что по сюжету он собран в Китае? Валюта Потратили 100 миллионов, прямо как на волчару с Walt Disney в Уолк-стрит Собрали 44 у себя дома и 144 ляма во всем мире Что особым успехом назвать нельзя О нем можно реально заработать А вообще новый рыбакоп смотрится как трейлер ко второй части Все разжевывается очень медленно и долго Сам герой получил маневренность, грацию и скорость А лента в целом, к сожалению, нет Если будет продолжение этого синтетического боевика То также посмотрю его лишь для галочки Дабы знать, с чем имею дело Ремейк рыбакопа в кино уже с 13 февраля Рейтинг PG-13 Возрастное ограничение 12 плюс Да, школьники, сегодня все только для вас Ты пойдешь со мной Живым или мертвым Робокоп Киноафиша смотрите в следующей программе В широкий прокат выходит номинант на премию Оскар Фильм «Далласский клуб покупателей» Мистер Вудруф, мы полагаем, что вам осталось жить 30 дней У меня для вас новости Нет такой силы, что убило бы Рона Вудруф за 30 дней Посмотреть эту ленту в кино можно уже с 27 февраля Что не хватает современным ремейкам? Будь то вспомнить все, судья Дредд или же Робокоп Им не хватает немного юмора Самую малость Каким бы серьезным ни был фильм В нем всегда найдется место для той или иной шутки Вспомним продолжение Терминатора Да, фильм некудышный Но в Т-3 было очень много юмористических попаданий Которые порой слегка сглаживали весьма неотесанные углы Едем дальше, Терминатор да придет спасатель В фильме не было, по-моему, вообще ни одной шутки А почему, непонятно Конечно, война людей и машин – дело серьезное Но даже в войну человек остается человеком А этого, увы, даже в новом Робокопе показать не смогли Единственный плюс этого фильма в том, что он навеивает желание Освежить в памяти оскароносный оригинал На сегодня это все Да, вы правы, с вами была есть и будет программа в кино И вы уже знаете, что где с кем смотреть Всегда решать только вам, не мне Чувствую скоро, увидимся Данила Бонд Но китайское не всегда значит плохое Взять, к примеру, меня Который был замечен в девушке с татуировкой дракона В фильме девушка с татуировкой дракона был заметен Все-таки не предала по сравнению с классикой